с вами доктор кострик давайте более подробнее поговорим о диете при сахарном диабете уважаемые подписчики и зрители канала доктор кострик для быстрого и более удобного поиска нужной вам информации пользуйтесь плейлистами это ряд видеороликов объединенных общей темой и собранный месте диета является важной частью лечения диабета следя за тем что мы едим можем снизить уровень холестерина и глюкозы в крови однако многие люди опасаются что им придется отказываться от своих любимых закусок помните если мы хотим поддержать фармакологическое лечение диабета нужно всегда контролировать питание сахарный диабет сегодня является одним из наиболее часто диагностируемых заболеваний он может развиваться вне зависимости от возраста но наиболее уязвимыми к развитию являются люди с ожирением избыточной массой тела генетически предрасположенные а также другие коморбидные аутоиммунные заболевания то есть сосуществование нескольких заболеваний инсулинорезистентность очень часто встречается у больных с гипотириозом существует два типа диабета диабет первого типа и диабет второго типа сахарный диабет первого типа инсулинозависимый диабет он же является аутоиммунным заболеванием поскольку организм разрушает бета клетки поджелудочной железы ответственные за секрецию инсулина если уровень инсулина падает уровень глюкозы в крови повышается что приводит гипергликемии то есть увеличение содержания глюкозы в крови диабет второго типа инсулин независимый сахарный диабет является метаболическим заболеванием организм вырабатывает инсулин но его недостаточно если сравнить и подытожить то при первом типе сахарного диабета в организме полностью перестает вырабатываться инсулин это абсолютная инсулиновая недостаточность при сахарном диабете второго типа свой инсулин в организме есть но он плохо работает и или его недостаточно относительная инсулиновая недостаточность в случае обоих типов диабета лечение основном основано на приеме лекарств или введение инсулина но диета также является важной частью терапии как для людей со здоровой массой тела так и для людей с избыточным весом или ожирением адекватное питание снижает риск осложнений большинство людей считают что на меню связано только с диетическими ограничениями что можно и чего нельзя делать основное предположение однако состоит в том чтобы приспособить диабетическую диету к индивидуальным предпочтениям благодаря этому больной будет соблюдать введенные правила не чувствуя что не может дотянуться до любимых продуктов установление индивидуального рациона питания с учетом таких параметров как возраст вес пол рост уровень физической активности также помогает определить энергетическую ценность отдельных приемов пищи при диабетической диете больным с данным заболеванием доктор назначит диету стол номер девять основное показание принимать пищу регулярно каждые три-четыре часа вместо сахара сахарозаменители ксилит сорбит например для точных людей важно снижение веса поэтому берите на 500 тысячу килокалорий меньше суточной нормы в результате вес должен снижаться от 0 5 до 1 килограмма в неделю что положительно скажется на организме в том числе на работе поджелудочной железе секреции инсулина и снижение уровня глюкозы в крови самое важное правило диабетической диеты касается гликемического индекса благодаря этому мы узнаем какие продукты больше всего повышают уровень глюкозы в крови их можно разделить на продукты с низким средним и высоким гликемическим индексом лучше всего выбирать продукты с низким гликемическим индексом при диабете примеры продуктов с низким гликемическим индексом например авокадо гликемический индекс 10 крыжовник 15 вишни 22 малина 25 курага 32 яблоко 36 клубника 40 сала 10 капуста 15 огурец 15 лук кабачки баклажаны 15 морковь 35 крупа ячневая перловая 25 хлеб со трубями 44 гречка 45 отруби пшеничные 45 цельнозерновой хлеб на закваске 48 помните также о сублимированных ягодах которые содержат всего 57 килокалорий на 100 грамм их можно добавлять в десерты или смузи к продуктам с высоким гликемическим индексом которые следует ограничить в диете диабетика относятся белый рис имеет гликемический индекс 75 хлеб пшеничный столько же 75 кукурузные хлопья 81 репа 72 тыква 75 картофельное пюре 76 арбуз 72 углеводы в диабетической диете случае сахарного диабета их следует уменьшить также простых сахаров в том числе простым сахарам относятся в основном сладкие шоколад там сладости фруктовые консервы если вы любите подсластить вы можете выбрать ксилит или какой-нибудь другой подсластитель диабетической диете простые сахара следует заменить сложными углеводами с низким или средним гликемическим индексом например гречка ящевая крупа овсянка коричневый рис эти продукты также богаты пищевыми волокнами которые регулируют перистальтику кишечника и снижают постпродиальную гликемию тест постпродиальная гликоза показывает уровень сахара в крови через два часа после приема пищи у здорового человека концентрация не превышает 7 и 8 миллимоль на литр он дает возможность выявить преддиабетическое состояние на ранней стадии когда показатели тощаковой гликемии еще находится в норме углеводы должны составлять половину суточной потребности в калориях помните что нельзя полностью отказываться от сахара потому что их дефицит заставляет организм вырабатывать энергию из белков и жиров этот процесс сопровождается образованием кетоновых тел их избыток может привести к кетокоме то есть диабетической коме по этой причине диабетикам всегда следует иметь при себе что-нибудь сладенькое пищевые волокна диабетической диете хотя пищевые волокна не перевариваются в организме человека они выполняют множество важных функций во первых он увеличивают объем каловых масс и дольше дают чувство сытости благодаря чему облегчают контроль веса диабетическая диета должна содержать не менее 25 грамм в день пищевых волокон продукты богатые ими это бобовые фрукты овощи и цельнозерновой хлеб у людей страдающих диабетом потребность в белке в энергии в течение дня составляет примерно 15-20 процентов в случае с белками первое что нужно помнить это то что пропорция между потреблением растительного белка и животного составляет один к одному по этой же причине можно выбирать нежирные виды рыбы нежирное мясо нежирные молочные продукты или семена бобовых жиры в диабетической диете должны составлять около 30 процентов одна из рекомендаций по употреблению жиров это ограничение насыщенных жиров из-за повышения уровня холестерина в крови что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний поэтому стоит тянуться первую очередь ненасыщенным жирам омега-3 и омега-6 многих интересует вопрос диабетическая диета и алкоголь если вы принимаете лекарства для снижения уровня глюкозы в крови вам следует отказаться от алкоголя алкоголь тормозит выработку глюкозы в крови что может привести к состоянию гипогликемии опасной для здоровья и жизни единственным исключением из этого правила является раз в несколько недель выпивать стакан натурального сухого красного вина разбавленного водой одним из симптомов диагноза диабета является повышенная жажда вызванная повышенным уровнем сахара в крови он также часто сопровождается по лакеурии то есть потребности многократном мочеиспускание днем ночью диабетики должны выпивать не менее 2-3 литров воды в день чтобы избежать обезвоживания разнообразное питание позволит диабетику обеспечить организм важнейшим микро и макроэлементами в рационе следует увеличить количество продуктов являющихся источником витамина а е и с являющихся природными антиоксидантами они подавляют развитие свободных радикалов тем самым помогая минимизировать риск развития атеросклероза источником витаминов а и с являются овощи и фрукты витамин е можно найти в основном в растительных жирах диабетикам не занимающимся физическими нагрузками можно попробовать снизить калорийность приемов пищи до 1500 килокалорий таким образом примерно меню будет выглядеть так завтрак 4 столовые ложки овсяных хлопьев залитых обезжиренным молоком с добавлением семечек и свежих ягод обед бутерброд с натуральным гомогенизированным сыром яйцом в крутую и руколой обед второй кусочек трески на гриле в томатном соусе с гречкой полдник натуральный йогурт со трубями и орехами ужин салат с помидором огурцом листьями салата желтым перцем и нежирным творогом люди занимающиеся спортом могут ознакомиться с примерным меню позволяющим потреблять потреблять 2000 килокалорий в день завтра котлета или бекон с натуральным гомогенизированным сыром салатом в который можно добавить колбаску из птицы авокадо обед цельнозерновая паста с моцареллой и помидорами черри второй обед жареная индейка с рисом и салатом из перца полудник коктейль с натуральным кефиром клубникой овсянкой и льняным маслом ужин омлет с салатом из красного лука листьями салата зеленым огурцом и натуральным йогуртом в диабетической диете не исключено жарение пищи но оно должно быть сведено к минимуму вместо жарки мы можем тушить готовить на пару запекать или готовить фольге при приготовлении овощей помните что их нельзя переваривать инсулинорезистентность и диабет второго типа часто диагностируются во время беременности основная причина это эндокринные сбои тестом подтверждающим заболеванием является нагрузочный тест с глюкозой здоровое питание во время беременности может помочь предотвратить врожденные дефекты у детей помните об этом лечение часть чаще всего основана на введении соответствующей диеты включающие продукты богатые пищевыми волокнами железом и растительными жирами простые сахара такие как сладости фруктовые соки и газированные напитки следует исключить из ежедневного меню беременные женщины также должны позаботиться о правильном приеме витаминов и минералам давайте немножечко подытожим суть этого режима питания при этой диете заключается в том что снижается калорийность потребляемой пищи за счет ограничения употребления животных жиров и легко усвояемых углеводов при этом количество белков поступающие в организм должно соответствовать физиологическим нормам благодаря такому рациону уменьшается уровень холестерина в крови вредных веществ зато в организм попадают в нужном объеме пищевые волокна витамины липотропные элементы и это полезно здоровью частность в частности при диабете главные цели которых позволяют достичь и нормализировать обменные процессы снизить вес у людей с этим заболеванием часто является вес избыточным помните не все диеты полезны и безопасны для нашего с вами организма перед началом любой диеты рекомендуется проконсультироваться с доктором даже если у вас нет проблем со здоровьем при выборе диеты никогда не следуйте текущей моде помните что некоторые диеты в том числе с низким содержанием отдельных нутриентов или сильно ограничивающим калории моно диеты могут быть изнурительными для организма могут нести риск расстройств пищевого поведения а также могут повышать аппетит способствуя быстрому возвращению прежнего веса надеюсь информация была полезна для вас тогда не забываем ставить лайки после просмотра видео и подписываться на наш канал жду ваших комментариев будьте здоровы до новых встреч